МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я хочу встретить мужчину прекрасно во всех отношениях, а помогут мне в этом мои друзья Денис и Карина. Марина, 29 лет. Возлюбленный Марины отказывала ей в интимной близости. Она даже отмечала в календаре их счастливые ночи. В 2012 году таких ночей было две. Владелица сети магазинов канцелярских товаров. Ночами сочиняет песни. Мечтает выпустить сборник стихов, гордится 10-летней дочерью, пропагандирует здоровое питание и каждый день убирается в квартире. Марина не потерпит рядом с собой курильщика и тирана. Она ищет харизматичного, брутального мужчину с хорошей генетикой и с отдельной жилплощадью. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы были у нас недавно? Да, была у вас недавно. Претенденткой? Да. Одна из трех. Да, сегодня героиня за вас будут бороться. Разница большая. И цвет волос такой смелый, прям яркая. Ты любишь таких? А в прошлый раз вас жених не выбрал? К счастью меня не выбрали, да. Ой, ну к счастью, действительно, потому что если бы выбрал, вы бы к нам не пришли. Это тоже, да. Это покрашенный цвет. Крашеная, конечно. Хочет выделиться на это. Я не говорю, что еще у нее наколка есть сзади на копчике. До меня дошли слухи, что вы в прошлый раз были оклеветаны, что историю за вас придумали наши редакторы, серые мышки. Я, правда, не нашла их, серых мышек. У нас все редакторы потрясающей красоты, девчонки и умницы большие. На этот раз, я надеюсь, вы пришли все-таки добровольно, да? Нет, я пришла, да, добровольно. Были моменты, которые мне не понравились, которые были в прошлой передаче, но, естественно, я пришла найти на все-таки мужчину. Да? Да. Ну, хорошо, вот давайте так. Нас многие обвиняют, что у нас подставные, подсадные, что у нас актеры, что у нас все неправда, что бедных женихов и невест у нас здесь мучают, что придумаем для вас истории. Вот чтобы сегодня для всех стала программа прозрачной, и чтобы вас реабилитировать, да, вот вы сказали, что не все было правда в прошлый раз, вот мы прямо сейчас, вот шаг за шагом, все это выясним. Вот посмотрим сейчас. В 9 часов утра по Москве мне уже позвонил редактор, и первый вопрос, который она мне задала, Марина, ваша ли это фотография? Есть типаж? Я говорю, да. У вас до сих пор рыжие волосы? Я говорю, да. Тогда мы вас берем. То есть, как такова история их не беспокоила. На мой взгляд, если типаж соответствует, тебе историю придумают. Вот как сделали практически мне. Ты изначально не знаешь, как все это перевернуть. Марина, женщина с опасными связями. Три отношения закончились, так как она отказалась заниматься сексом с собаками. А, с животными, с животными, с животными. Я когда прочитала прошлую вашу историю, я просто сказала девочкам, я говорю, вы знаете, давайте не будем уже скатываться до мышей, потому что эту программу смотрят моя мама, мои дети. Давайте я буду все-таки предельно корректно и как-то буду обходить вот такие острые моменты, там, про собак, про групповой секс и так далее. И я их обходила, так я помню, потому что, ну, даже я, не очень робкого десятка, мне было не очень приятно. У меня очень было деликатно, я не хотела, на самом деле, это озвучивать. Я написала это редактору, я не хотела озвучивать на всю Россию, что вот это так было, да. Девочка хочет на экран, в телевизор. Да, да, да. Хочу в телевизор, то есть, как бы, и всеми правдами-правдами. Может быть, кстати, опять же, она не хотела сказать, ей просто сказали, что, там, расскажите, вот, ну, как бы там, да, то есть, что-нибудь такое скандальное, да. Вот она села и рассказала. Меня просто спросили про внешность, я ответила, да, честно, про внешность. Да, про внешность это все ерунда. Я, когда высылаю фотографии, почему-то многие не верят, что это мои фотографии. Вот смотрите, мы сейчас напоминаем вашу историю, я уже так боюсь просто, поэтому я буквально, прям вот даже зачитаю. Значит, в 24 года, да, вы познакомились с молодым человеком, у вас было все прекрасно. Пока он в шутку не предложил вам заняться почему-то сексом втроем. Да, это втроем, он потом меня тоже на весь Калининград опозорил, он тем не менее. Он даже на сайте вам выбирал и предлагал, но вам не нравятся, у одной волосы грязные, другая вообще какого-то непотребованного вида, вы отказались. Да, именно вот этот момент обсуждался. Это правда? Да, это обсуждалось в интернете, он пытался, вот Карина, да, свидетель на весь Калининград, говорить, что этого не было. Он пытался очернить, да, меня, то есть, ну, в Калининграде сильно много кто знает. Очень некрасиво. Вот, и... Да, ну вы его уже не прогнали прочь. Я его прогнала после того, как он мне предложил собак. Конкретно Дога подобрал на птичьем рынке, если выгуляться в подробности. Да, ну то есть мы ничего не придумали. Нет, это так и есть, да. Готова на всю страну сказать, что это Алексей. Да, а тогда скажите, что неправда. Может быть, посмотрим следующий сюжет. И когда мы вот видим на экране, я вот сейчас уже вижу на экране какой-то дикий резонанс, когда сидит там какая-нибудь классная девушка, ну, прецедент, да, а рядом с ней там какая-нибудь замухышка, серая мышь. 99% что это просто сотрудник Останкина. Никакого знакомства не происходит. Когда Володина озвучила, что вот мы там столько-то их поженили, столько-то у нас родилось детей, я вполне поверю, что это опять же все сюжетная линия. Да, потому что я на самом деле на прошлой передаче была, честно говоря, в ужасе от того, кому я пришла. Мы это долго с моей подругой обсуждали, потому что для меня очень важен мужчина, кто он, что он в этой жизни. И если бы я изначально знала, что, понимала, что передо мной будет вот это, я бы никогда не пришла. То есть вас разозрел мужчина, за чьи сердце вы пришли бороться? Нет, я не проходила, не то что за сердце мужчины, я бы поборолась, если был бы достойный мужчина. Да, ну так бывает по-всякому, понимаете? Бывает. На фотографии одна история, потом видишь вживую, разочаровываешься. Мне кажется, она очень капризная. Она капризная еще какая? Ну и поскольку я не играю в игры, сам дурак, я никогда не опрадуюсь ни перед кем, но мне про себя тоже очень хочется посмотреть еще раз. Гузееву протестовать нельзя. Абсолютно. Не дает слова вообще вставить, ни одного. То есть она видит, что идет там какая-то либо волна негатива, либо человек, кто-то хочет что-то сказать, а она начинает просто идти, просто бычить, вот просто бычить, вот как в полном смысле этого слова. Ну это, может, я грубо сказала? Нет, не обязательно так, да? То есть это было, когда выходила третья Анастасия? Подожди, Майя, это превалирование высшего разума надежды. Понимаете, как бы давление психологическое, которое вы оказываете. Вы профессионал. Вы на этой передаче там сколько лет, я не знаю. Я, слава богу, ее никогда не смотрел, и смотреть как бы мне не хочется. А что же вы тогда здесь делаете, если вы никогда не смотрели? Потому что я друг Марина. Я не могу ей отказать в ее просьбе. Потому что я нормальный мужчина. То есть не лицо мужского пола, которое вы сюда пригласили, когда были там три девушки. То есть они за него должны якобы были бороться. Там бороться-то не за что. Ну и зачем вы таких людей на передачу приглашаете? Все люди разные. Послушайте, у вас претензии к жениху? Нет, просто это нормальный. То есть ситуация, у нас претензии, у нас нормальная критика. Послушайте, ну, слава богу, Марина не вышла замуж за него, не родила детей. К нам какие могут быть вопросы? Ну это невероятное стечение обстоятельств, которые вы сейчас рассказали. Послушайте, а какие-то вопросы, может быть, и какие-то претензии к претенденткам? К претенденткам тоже претензии. Или ни душевные раны, ни психологические, в отличие от того, что Марина заявила о том, что ей хочется помыться, правда, после этой программы. Но ведь и редакторам, и ведущим тоже после некоторых женихов и невест хочется помыться. Я здесь согласна. Я наоборот, вы сказали правильно, потому что действительно, то есть кто-то кого-то не устраивает. Да, конечно, давайте посмотрим. Хочется останками, хочется помыться. Если бы сейчас, зная все, что там происходит, мне сказали, будешься, я бы сказала, нет, чур меня. Что-то мне не понравилось, да, то есть меня спросили, я всегда отвечаю честно. Спросили, я всегда ответила, как есть. Прекрасно, вот, значит, сейчас будем так беседовать. Но ведь вы сказали, чур вас, но вы же приехали сюда с собственным ходом на своих ногах. Вас никто сюда не тащил, вас никто не неволил. Мало того, вы знаете, я столько теряю нервов и жизни, пропуская все через себя, чтобы из женихов и невест что-то вытащить. Поэтому, если вы сегодня поможете, вы будете откровенны, то это будет прекрасно, это будет все ваши слова. Проходит время, тем не менее, ты пересмыслишь ситуацию. Я человек очень эмоциональный, наверное, по мне это заметно, да. Вот, и на многие какие-то ситуации ты смотришь просто по-другому, да. Смысл в этом интервью был какой? Вот у вас есть возможность, например... Нет, меня просто смотришь. У вас, вы такая смелая девушка. Я, например, говорю все в глаза. Я ни об одном женихе, ни об одной невесте. У меня меня, в принципе, нет в сетях. Мне задают вопросы во всех интервью. Расскажите о самых таких, о самых... Поверьте мне, есть что рассказать. Я не имею морального права, вот сама перед собой, о вас говорить о ком-то плохо. Поверьте мне, есть впечатление. Поэтому вы могли бы мне сказать это в глаза, например, что вас что-то не устраивает. Нет, нет, когда вот была такая пикантная ситуация, я... Нет, я сказала, я сказала, да, не будем опять все это озвучивать, то, что там было, кто помнит, тот помнит. Вот, и я как бы сказала, что это не так. То есть опять продолжилось. А вот давайте теперь будем говорить о том, что было так. Вот все факты, по которым мы прошлись, они были в вашей жизни? Да. Они были, да? Да. То есть редакторы ничего не придумали, вы сказали, что это... Нет, то, что в результате показали, спасибо редакторам, прям спасибо. Я тоже об этом потом сказала, что действительно все так, оно и было. Какая покраснела-то, прям в цвет своей прически стала, прикинь. Красная, как корабль. Я, правда, так не была, что значит бычицы. Ну, 90% населения этой страны, это поняли. Вот я вам говорю, у вас просто образование, видимо, ну, выше, как бы, этого уровня. Тогда вы мне объясните. Ну, она у нас из Перми живет, да? Из города, где живут реальные пацаны. Я тоже с Урала, знаете, поэтому... То есть там, как бы, ну, разговоры несколько по-другому строятся. Ну, вы понимаете, да? У меня есть, при моих всех недостатках, есть одно просто неоспоримое достоинство. Я отвечаю за свои слова и поступки. Ну, наверное, классов третьего. Да, так-то на нее напали, скажу честно, пацаны. Напали жестко вообще. А вот, кстати, какая может быть гарантия у женихов приема эмоциональности, что вот мало ли что произойдет между ними, что это завтра не будет в прессе? Если она бы сжилась с человеком, и она его любила, ну, как любящая женщина может своего мужика так подставлять? А вот как любящий мужчина может избить свою собственную жену, и не пройдя двух часов, слить информацию в желтой прессе? Так что давайте мы не будем... Это не мужчины, это живой. И к женщине это тоже имеет отношение. Ну, с постельной она жесткая тоже. Ты думаешь? Анатолий, ну, как вы... Рыжие, они страстные девочки. Вот какие самые главные уроки вы вынесли? От взаимоотношений с мужчинами, с женщинами, в принципе, с людьми, с друзьями. Я скажу одно. Какие ошибки сделали? Я ни к чему не пришла. Если я влюбляюсь, то, в принципе, то все. Вы мститель? Нет. Нет. Ну, конечно, да. Ну, а как иначе можно еще назвать и это интервью, и этот такой несанкционированный слив токсинов из организма скрупиона? Ну, конечно, вы мстительны. Более того, вы с большим трудом переносите поражение. Свой визит на программу, первый визит, вы, конечно, восприняли как поражение. Не только потому, что вас не выбрали, а потому, что и мужчина вам не понравился. Вы почувствовали, что вы, в принципе, достойны большего, чем, вот, скажем, общаться с таким человеком. Но почему-то слили свой яд на нас. А что же такого произошло? Ну, не тот мужчина. Ну, могли бы все перевести в шутку. Это Скорпионья Наталья Ларис. Я не могу это в шутку... У меня вообще с чувством юмора какой-то страны плохо. Заявляют о всем. Вот. И я не могу... Взяла это в шутку, перевела. Ну, вся жизнь у меня такая действительно интересная шутка. Ну, хорошо. Сегодня решили взять реванш. Мы вам разрешаем. Давайте так, чтобы сегодня мы отдохнули, а вы нашли для своей подруги, молодого человека. Я практически буду молчать. Буду держать также Василису и Розу. Все, что вас интересует, все, что, как вам кажется, важно для Марины, будьте активны. Пожалуйста, я вам даю эту возможность. АПЛОДИСМЕНТЫ И вы, конечно, Марины в первую очередь. Машу, кличку придумаем. Кому? Верь. Рыжие бестии. Я вас процитирую. Буду искать мужчину без материальных и сексуальных проблем. Да. Правильно сказала? Слово в слово. Нет, ну, знаете, внешность для меня, эстетика внешняя тоже для меня имеет место быть. И давайте, карлики под стол ходящие, да, меня тоже не могут привлекать. Я сама высокая. Да, да, да. Бесхребетная мышь тоже не интересует. Именно так. Не, Андрюх, я думаю, не стоит за ней выходить. Мне всегда жалко слабых. Ваша подруга слаба, это нужно осознавать. Вы были похожи на маленькую испуганную девочку. И удар вы держать не умеете. Да. И поэтому мужчина должен рядом быть с вами сильный, который вас будет направлять, который скажет, не надо, не пригодится. Яд этот в мирное русло. А я с этим согласна, что должен только сильный, конечно. Думайте больше о себе, работайте больше над собой. Чтобы у вас больше не приведи бог в таких ситуациях, как сегодня не было, потому что они отвратительные. Нет, хорошо. В любом случае, каждый останется по своему мнению. Конечно. Поэтому пусть реклама у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала. Заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок, и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Марина. Встречайте первого жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Андрей, прям вы тут пожар разожгли такой с этой интригой. Но вам же понравилось? Нет, захотелось поближе познакомиться, даже защитить в какой-то момент. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А его классно, блин. Аплодиа АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей, с кем вы пришли? Мои друзья, супружеская пара Алексей и Юлия. Очень приятно. Давайте с вами посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ о дочери. Предупреждает, никогда не будет есть каши. Был женат три раза. От двух жен уходил сам. Третья развелась с Андреем из-за финансовых трудностей. Надеется, что Марина тримет его таким, какой он есть. Андрей, что сами хотите рассказать о своей жизни? Было же что-то. 32 года, три брака. Чему их сохранили? Первый раз остался с супругой, скажем так, пошли достаточно неплохо дела по карьере. Было достаточно много всяких встреч, много переговоров по работе, много, соответственно, каких-то неформальных встреч с клиентами. Баня, коньяк. 23 года, 24, да, то есть и стало затягивать, соответственно, соблазн. Все возможно, все доступно, все легко. Изменяли? Нет, никогда не изменяли. А кто по знаку зодиака? Стрелец. Ну что, тихоня, печалька наша. Человек-печалька. А вторая? Ну там брак очень непродолжительных было. А ребенок родился? Нет, не один ребенок, только вот от первого брака. Соответственно. Сколько прожили? С первой же на 5 лет, со второй год, ну и вот в третий получается тоже порядка пяти. Я думаю, четвертый раз должно выстрелить так прям. Вы женитесь на каждых своих знакомых, да? 32 года, три брака. Нет, может, я каких-то нестандартных взглядов не знаю. Я просто хочу раз и навсегда. Я тоже хотел раз и навсегда, но вот получалось все время так. Может, это в систему вошло? Да, просто может, может, привычка жениться? Ну, свадьбу отгуляли, хорошо, да, там, потом развод еще лучше. Опять свадьба, опять развод. У нас тогда такое впечатление, что для вас вот жениться, это не такой серьезный шаг. Если к 32-м годам вы уже три раза женились, три раза развелись. Скажите, а так ли важно вообще прошлое вот Андрея? Важно. Ваша Марина тоже очень прошлое, непростое. У вас по ребенку, и у вас тоже было всякого разного. Поэтому, может быть, о будущем, о настоящем поговорите? Андрюха, что, пришел, защите ее. А, значит, штыки сразу прям. Денис, есть какие-то вопросы? Я думаю, что у меня есть вопросы. Так а что вы спите? Он только один, но состоит из 285 частей. Вот. Можно, да? То есть я задам все вопросы, и вы меня не перебьете в этот раз. Да, это к вам вот по поводу критики, что вы вот все время... Я вас когда-то перебивала? Вы меня три раза перебили, когда я пытался рассказать о Марине. Итак, начинаем про прошлое, да? Потому что про будущее спрашивать бесполезно. Да, его еще не случилось. Про прошлое. Вот ты сказал, что играешь в волейбол и катаешься на сноуборде. В волейболе ты занимался в школе, профессиональную там, ну как-то в институте, или потом начал вот... Я, конечно, вас перебью, потому что это к будущему не имеет никакого отношения. К браку с Мариной. Мужик должен заниматься спортом, для того, чтобы поддерживать себя в форме. Вот он занимается. Нет, я спрашиваю, как он занимается, в какой степени. То есть насколько это как бы для него хорошо для здоровья. Да, правильно же? Нет, неправильно, потому что... Это вот вы поэтому и не понимаете ничего. В тесной форме он играет в волейбол, он катается на сноуборде. Вы мне только что сказали, задать вопросы, которые меня интересуют. Да, но у нас программа называется «Давай поженимся», а не «Делай, как я делаю лучше нас». Понимаете, поэтому... Он такой сидит бодибил. А, так сам, 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пантуется. Скажите, а вы с ребенком насколько тесно общаетесь, насколько часто? На данный момент порядка раз в две-три недели. Но, конечно, мне, например, хотелось бы чаще это делать. Ну, вы занимаетесь ребенком, да? То есть это не просто выплата алиментов? Мы встречаемся, мы ходим на какие-то там аттракционные А вам важно, насколько часто он встречается? Мне важно, насколько он способен нести свою ответственность за людей, которые ему... Девочки, давайте так, сказки леса, вот этого самого венского, да, прекратим. Вы такие все прекрасные, пока сидите здесь. Но очень много историй, когда получается так, вы женитесь, у вас есть свой ребенок, и тут начинается, а не слишком ли ты часто ведешься со своим ребенком? А не много ли, не слишком ли много денег ты туда переводишь? А с чего ты-то вдруг решил этому 22-летнему он бы устроить дом? А почему ты его едешь устраивать в Лондон, а мать... Там ребенок не 22 лет. Послушайте, поэтому... Подожди, подожди. Мы договорились вначале о том, что вы молчите, а мы задаем вопросы. Лариса, но это ведь очень важно, что мужчина занимается своим ребенком. Это мой вопрос, занимаюсь, плачу деньги, встречаюсь. Что он не бухает каждую неделю, понимаете, на выходных. А нормально ходит, спортом занимается. Понимаете, я о чем спрашиваю? Бухает, подождите, начнем с того, что да, бухать можно по-разному. Он же сказал, что он занимается спортом. Да, да. Ну что-то там, не по теме какие-то вопросы. Насколько профессионально спортом занимаешься, вот это, ну зачем? Вы легко сходитесь с людьми? Достаточно. Вам нравится, Денис, друг Марины? Можно не отвечать. А зарабатываете вы больше 100 тысяч? Больше. Я тоже. А вы что вопрос про валюту-то не задали? Про какой валюте? И в какие временные промежутки? А в какой валюте? Смущаете меня. В российской. В российской. Давайте так. А во временной период этого зарплата аванс? Нет, это имеется в виду неделя, месяц, квартал, год. У нас разные промежутки времени, Я беру свои слова обратно по поводу того, что я вам дала волю, я вам дала возможность пообщаться. Вы этого делать не умеете. Поэтому, когда вы критикуете, критикуете конструктивно, что я не даю никому слова. Если бы я ушла в одну из комнат, а вас бы здесь оставила от них, это все бы пошло в корзину. Потому что то, о чем вы сейчас говорите, те вопросы, которые, они никогда, во-первых, не пригодятся, вы этого делать не умеете. Поэтому давайте я вас буду как-то немножечко корректировать, управлять. Позвольте мне, пожалуйста. Если бы вы ушли в другую комнату, и мы бы остались здесь одни, был бы вообще нормальный разговор. Хорошо, я вам даю 5 минут времени, потому что, ну, у нас телевидение, понимаете, я удаляюсь. В одну из комнат наугад. Я не знаю, кто здесь. А вот они из первого. А я иду сюда. Пожалуйста. Наконец-то свершилось. Давайте вопросы. Только быстро, 5 минут. 5 минут у нас там. В каком городе в Подмосковье живешь? Короляю. Ты там родился? Ну, родился я рядышком, а Фрязино вырос в Королеве уже. Какой ты семьи? Мне интересует семья мама, папа. Он тебе близкий друг? Ты его давно знаешь? В детский сад вместе ходи. Он тебе в жизни помогал? Помогал. И вы уже долго вместе. Если можно, я вас, извините, перебью. Андрей, человек, который, вот его жена, и он полностью все отдаст. Вот все, все к твоим ногам. Сейчас покраснему. Понимаешь? Вот конкретно. Он сделал для тебя все. Он верный, честный, адекватный и очень добросовестный человек. Это совершенно верно. А еще осталось-то после трех браков, если все отдам. А вот и женщины были не те. Ваше время истекло. Друзья мои, вам осталось показать сюрприз, потому что этот бесконечный треп в никуда. Так что я возвращаюсь на свое место. Иначе меня лишат зарплаты. Проходите, покажите. Знаю, что ты достаточно сильно любишь путешествовать. Я тоже люблю путешествовать. А вот в Испании я, к сожалению, еще пока не был. Вот, надеюсь, у нас сможет состояться данное путешествие. Поэтому хочу, как сказать, сделать антураж романтического ужина с поэлией и с испанским колоритом. Чтобы я была в Испании. В Матриде и в Барселоне. Только чтобы не падал. Я понял. Я поэтому и держу его, чтобы он не упал. Нормально. Я бы сейчас сам поел в Испанию. Я бы сам не отвалился от такого сюрприза. Спасибо, девчонки. Спасибо, Андрей. Вы можете с друзьями пройти в комнату свою. Как вам впечатление? Мне понравилось все очень. Мне кажется, он очень душевный и очень душевно-щедрый. Он как-то, конечно, стушевался, потому что все-таки у нас вот обстановочка, как в Барселоне, жарко у нас. Вот. Хороший. По крайней мере, на первый взгляд. Да, вы что увидели? Не, ну, по крайней мере, я точно понимаю, что у него есть друг. Друг с детства. А это очень важно как бы для мужчины. Да, то есть они друг друга, я думаю, всегда поддерживают. Круто. Еще он в волейбол играет. Марина. Это тоже немаловажно. Мне он понравился. Почему вы резко так опять переводите? У него... А потому что... И опять мне не даете ничего сказать. Так вы сказали. А что еще? Ваша статья. А что еще? А что вы как барышня не обижаетесь-то? Да я не обижаюсь. Я просто каждый раз буду подтверждать то, что вот она там говорила, что вы все время перебиваете и бычите. Понимаете? То есть вы бычите элегантно. То есть вы наперли. Давайте продолжим. И да, и продолжайте разговор. Да, то есть я бычу резко. Да, потому что как бы я мужчина. Вот вы дайте договорить хотя бы раз. Раз. Слушай, ну на самом деле, мне кажется, сейчас будет какой-то этот кипиш реально. Мне сложно дать вам какую-то рекомендацию, потому что те вопросы, которые я слышала, ну, что вас интересовало, к моим рекомендациям не имеет никакого отношения, какой он будет хороший будущий муж. Ну, узнаю, вот три брака только. Денег у него больше ста тысяч. В принципе, вас они интересуют. Сексуальных проблем у него тоже нет. Материальных, как я понимаю, тоже нет. Я рекомендую. Он варвар-захватчик. Это мужские качества, они достойны на работе, они востребованы современным обществом. Но в отношениях с этим сложно. Он любит стервозных женщин, откровенно умеющих мотать нервы, выпивать душу из мужчины. Потом сам от этого страдают. Ну, в общем, если честно, годам к 30 такие мужчины уже понимают, что они хотят. Ну, не страдать, а хотят биться вот в этих страстях. И у него было три брака, ничего про это не было сказано. Он сам говорит, я хочу покоя, я хочу спокойствия. Да нет, черт возьми, не хочет он ни покоя, ни спокойствия. Он хочет страстную женщину рядом, сложную, ту, которая будет те самые нервы ему мотать. Мне кажется, что вы на это способны. Поэтому я увидела здесь союз. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала, заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru. В эфире «Давай поженимся» на студии «Марина». Встречайте второго жениха. Удачи! Здравствуйте, Марина. После всего увиденного, я тебе не доверяю, в принципе, по всем твоим рассказам, но я думаю, что в дальнейшем у нас будет приятное общение. Я, может быть, от тебя много чего приятного услышу и увижу. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Такие птички классные. Здравствуйте, Рай. Здравствуйте. С кем вы пришли? Мои друзья Коснатин и Роман. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Не знаю, у вас получится. Молодец. Рай. 27 лет. Владелец агентства недвижимости. Гордится своим авторитетом среди друзей. Мечтает о троих детях. Предупреждает, что вокруг него всегда много красивых девушек. Обещает хранить верность своей возлюбленной. Рай встречался с двумя девушками одновременно, пока, наконец, не остановился на одной. Но избранница предпочла другого мужчину. Надеется, что Марина не окажется такой ветреной. Ну, правильно, что мечтаете о красивой. Вы и сами непоганые вот такие мальчишки пришли сюда. Правильно. Чего там? Почему рай? Откуда такой? Вы Анатолий по паспорту. Анатолий по паспорту, да. Это долгая история. Все связано с бывшей девушкой, которой я уже 5 лет, практически я уже свободен мужчина. Все связано с ней. Поэтому я была неудачна любовь. И теперь я уже 5 лет жду ту единственную неповторимую, которая будет у меня в сердце. А рай райский, да, почему? Ну, я в свое время хотел проверить, в социальной сети залезть там. И как-то... Ну, я очень ревнивый, скажу честно. Ну, это хорошо, в принципе. И создал страницу специально, как будто я управляющий клуба известного в Москве. И чтобы с ней пообщаться. А в итоге я много чего узнал, а они там так, мы расстались. Поэтому, в принципе, это... Мне оставило... Как я себя оставил? Это такое название. И, в принципе, мне очень удачна. Мне тоже нравится. И люди, как они хорошо относятся, рай, рай, это душевно, рай. Слушайте, а как это вот одновременно, две девчонки? Им обидно же было друг от друга. Ужал одна была, она была постарше. Ну, потом появилась по-молозу другая. То есть, одна была черненькая, другая беленькая. Это как в жизни все бывает. Поэтому вы к Рыженьке, да, пошли? Поэтому вы к Рыженьке. А у меня Рыженьких никогда в детских жизни не было. Я так-то не гулящий человек, да? Да, поэтому... По самому-то уху. Домашний человек. Да, абсолютно. Естественно. То есть, больше двух за раз не было никогда? Нет, ни одной не было никогда. То есть, ни одной не любили, получается? Были большие симпатии. То есть, любовь, я думаю, она в жизни вообще один раз должна быть. Поэтому... А вот любви. Вот любви. Дети, я имею в виду. Вы хотите пройдите? Молодой еще, мальчишка, 27 лет. Лучше давайте о ревности поговорим. Моя любимая тема. Нет, их две любимые. Свекровье и ревность. Вот проявление. Вот какие-нибудь истории интересные. Я знаю, были у вас там и драчки. Были, конечно. Была история. Ну, вот самую такую вот яркую-прияркую. Ну, отдыхали. Мы все с бывшей, да? То есть, мы отдыхали с ней в ресторане. Встретились спустя там полгода. Мы с ней как-то уже остались. Да, я такой жесткий человек. Если расстался, то расстался там навсегда. Поэтому, чтобы я больше... Я узнаю плохое? Она общалась со многими людьми. То есть, у меня многих знакомых в разных клубах. То есть, в Москве. И сообщали с тем, с тем была, с тем, с тем. Ну, это полево. Ну, что значит была? Ну, может быть, просто оговорили. Знаете, люди-то злые. Нет. Зависливые. Есть хорошие друзья, которые близкие, которые знают много чего. Поэтому и присутствовали в каких-то фактах. Ну, в итоге получилось так, что мы с ней поругались жестко. А мы уже с ней не жили вместе. И мы поехали... Она от меня уехала, я ее поехал догонять. И не догнал. То есть, в итоге я хотел ее поймать уже, на самом деле с другим, уже сам лично. Видите, он в глазах. Не застукать. На горячем поймать. Да. Ну, я не знаю, вот так в жизни бывает. Я эту историю рассказываю. Зависливые неприятные, а взрослые неприятные. Ну, 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 и что? Опачки, задели. Вот, ну, короче. Получается, какая движуха? Она уезжает. Я приезжаю к ней на квартиру, где она живет. Она жила у подруги. Я звоню в звонок, трубку никто не берет, домофон, нету дома никого. Что делать? Уезжать, что ли? Да нет, конечно. Я добьюсь до конца, я буду ждать до 5-7 утра. Сидим в машине, все ждем. Думаю, может, она дома спит, дверь не открывает. А первый этаж? Думаю, ну, залезу в окно. Думаю, что они делают от любви? Что они делают, да? В принципе, так-то. Залез в окно, никого нету. Что делать, уходить, что ли? Думаю, ну, ну, рай-рай-райский залез, надо до конца добить. Придет уже и встретит ее. Привет, я здесь, все нормально. Вот, вот. Короче. Представляете, я в шоке. Я даже уснул, скажу честно. Пока я ждал, уснул. Съел все, что было в холодильнике. Да, да. А я уснул, посыпаюсь, звонит. Думаю, ну, неужели я открою дверь? Я вообще никто в этой квартире. Буду ждать, кто зайдет. Может, ее подруга приехала, два варианта. Вы спрашиваете шкафу? Нет, я лег на кровати. Там душка, она такой. И она заходит, она заходит. А зачем она звонила? А потому что она с подружкой, она, может, думала, ее подружка с кем-то там. Ну, чтобы не мешать. Ну, чтобы не спугнуть. Конечно, конечно. Ну, не смотрю уже там. Ну, вы оделись успели. Успеи одеть. Ну, 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 ты хорошо. Она заходит, она смотрит. Она в шоке, представляете? Она смотрит на меня и знает, что делать. Я говорю, а что, что? Ее вот так в сторону отвожу, так вот. Смотрю, там стоит. Ну, не знаю, как его назвать-то, да? Негодяй, да, такой. Мы говорим, да. По-хорошему скажем. Он, Толик, Толик, и какой Толик? Бэг ему, короче, знаешь. Не убегать, короче. Толик, понимаете? На шоке был, Грибин. Да, 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 да. А ей перепало? Такой Толик, он убегает. Я говорю, иди отсюда, пока не получил дальше. Ну, ей перепало, нет? Да нет, то что, я же не такое. Ну, Рай, он сразу видно такой. С напорчиком мужичок. Правда хотите уже семью сейчас? Конечно. Ну, 27 лет, знаете, вот такая ситуация. Вот, говорит, 27 молодой. Какой молодой? Вы осморишь, будет на жизнь других людей? Не важно, сколько тебе лет. Я завидую тем, у кого дети уже есть. Я наблюдаю. Скажите, ну, я думаю, что вы уже созрели для того, чтобы не выбирать девушку по цвету глаз и волос, да? Брюнетка, блондинка, рыжая. Что вам легче сейчас перечислить? Достоинства женские, которые вам, ну, вот, просто приятные? Или недостатки, которые вам отвратительные на женщину, на которую вы не обратите внимание? Я могу все перечислить. Не то, что все, да? На своих примерах. То есть, ну, девушка должна быть, во-первых, чтобы это не сильно, там, бульно, это гулящая. Мне она нравилась, какая девушка, да? То есть, неприятно было с ней находиться в постели вдвоем. Понимаете, какая ситуация? Когда просыпаешься вдвоем с девушкой, и тебе приятно. Это так приятно чувство. А не когда просыпаешься, а там, знаешь, у тебя там... А что ты такая-то вообще, по сути? А вот здесь в командировке у нас вот невесты ездят. Ну, без проблем. Это все, это жизнь, это работа. Хорошо, а допустим, вы уже встали с постели. То есть, вы уже проснулись. Я поняла, что в постели должна быть приятно, никто не хочет никакую там... А я ничего не требую. Там кофе, никто там требует. Это не главное. Самоотношение ко мне, какая она в душе, это самое главное в жизни. Господи, ну что она говорит. Ребенок у Марины. А, это плюс. Это плюс. Я готов ребенка взять, и даже если может... Из дедома кого-нибудь взять, там, все в жизни бывает. Да, но хочу своего сейчас делать. То есть, я думаю, что она еще в будущем хочет там ребенка сделать. А то, что она старше вас, вас не смущает? Вообще не смущает. Вот вы сказали, что вы очень ревнивый человек. Как вам вот друг Денис, который рядом с Мариной? Ну, будем с ним общаться, что? Кахмач такой, да? Вы приготовили сюрприз, да, с ним я посмотрим? Как я обожаю. Тихо, как в раю. Звезды над местечком, высоки так яркие. Я себе пою, я себе краю. Опустилась ночь. Отдохните, дети, день был очень жарким. За стежком стежок. Крошек стал тяжел. Было время, были силы, да, уже не то. Годы волосы скосили, вытерли мое пальто. Жил один еврей, так он сказал, что все проходит. Солнце тоже, вейв, садится на закате дня. Но оно еще родится. Жаль, что не в пример меня. Молодой Шахутинский. Да, да, да. Да, да, да. Он же будет одевать их всех потом по моде. Спасибо большое, Рай. Спасибо, парни. Слушаю вас, ваши впечатления, Анатолий. Мне кажется, что он еще такой, он еще там, на тусовках. Не совсем он еще созрел. Девчонки эти параллельные. Не нагулялся парень. Такая жучка. Озорной московский гуляка. Вот что я могу сказать. Вот. Распальцовка прикольная. Вот с ним тусить классно. Вот, да, да. Все ровно. Мне кажется, он сам еще не готов, если честно, и к семье. И он весь, весь сам в своей жизни. Ему нравится своя жизнь. И, конечно, меня смущает, да, то, что параллельно две девушки. Я себе никогда в свою жизнь не... Ну, это же было. Он меня тоже нагулялся. Я, может быть, назову 1-2% мужчин, у которых не было, если им везло, параллельно двух-трех романов. Просто мы об этом не знаем никогда. Но он не женился одновременно на двоих. Я согласен с ней, в принципе. Она молодец. Мне все правильно говорит. Если хотите жить в шоколаде, а вы даже не представляете, сколько его часы стоят, если в этом, конечно, разбираетесь. Ну, не заметим. Вы тогда будете в шоколаде. Но если, не дай бог, что-то не так, то я даже дума не хочу. Что может быть? Ну, я знаю. Путь на небесах. Чудесный герой. Скоро невесте предстоит третье свидание. После этого мы смотрим и продолжим. Оставайтесь с нами. Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала, заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок, и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Марине встретиться с третьим женихом. Проходите. Марина, привет. Меня зовут Николай. Я приехал с центра Кольского полуострова. Я послушал эти дебаты. Немножко мне непонятно, но я ищу свою снежную королеву. Спасибо. Тебе. Спасибо, проходите. Он вообще понимает, где он попал. Он говорит, что, где я, где я, что, как вообще, куда я попал-то? Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. У вас нет брата по имени Юра? Нету. Нет? Нету братьев. Только сестра. Слава тебе, господи. Ну, давайте на вас посмотрим. Николай, 30 лет. Мастер-консультант в автосалоне. Катается на горных лыжах. Гордится тем, что занимает призовые места на соревнованиях и приучает молодежь к спорту. Мечтает встретить девушку, с которой совместно будет покорять снежные вершины. После свадьбы понял, что жена не очень хорошая хозяйка и с горя загулял. Когда надоело изменять, признался во всем жене. Надеется, что Марина окажется той, кого она ищет. Да, многие гуляют, но не все признаются. Мне прям так нравится, что сегодня такие откровенные женихи. Нравитесь вы мне, Николай. Вот все теперь рассказываете, как на духе. Слушай, ну прям от безхозяйственной женщины загулять. Я вот первый раз такое слышу. А что, если приходишь, там грязь кругом, вонизм идет, никуда не зайдешь. Тут трусы, тут носки, тут бюстгальтер. А как она оказалась в твоей жизни, это безхозяйственная? А сначала-то, когда девчонки хотят замуж, они же все напомажены, они все такие аккуратистки, готовят кофе в постель. Да, первый лоск. Откуда жены стервозные берутся с кривыми руками, правда? Это да. Мамка баловала, не бойся? Нет, в плане пищи, как бы, ну, да, мама, конечно, баловала. Конечно, поэтому, когда жена вам подала борщ с курицей, где там кусок мяса на дне, с костью, ну, ты ж возмущению предела не было. Ну, это такой фонарик зажегся сразу. Да ужас, я вообще это вопиюще. Я все понимаю, ну, я просто сам немножко готов. Я все понимаю, но чтобы мясо с костью, блин, сумасшедший дом вообще. Там после этого жить можно. Нет, там просто, ну, был отвален просто сам окорок, вот просто окорок. Вот он просто, ну, окорок целый. А на микрофонсе. Николай, фигня, когда я... И он был погружен в кастрюлю там вот эту здоровую там. Да просто... И вот этот консервированный борщ, ну, все. Ну, я в армии его наелся. Да. Вообще мне вот это вот... А когда мне муж говорит, лара, и так по столу так, я говорю, что такое? И он мне показывает кусок рыбы, все разделано, филе убрала, все это сделала. И там одна косточка, я сказала, извини, сейчас уберу, выброшу. Они даже не встают. Представляете, какой ужас. Я в... Кого я в эту будущую жизнь готовлю? Что ужас. Да. Правильно сделать, что развелся. Потому что сначала, знаете, кость с мясом. Ну да, потом еще что-нибудь. А потом просто кость. Там просто кость. Он тоже спокойный очень такой, овощ, овощ, овощ. Овощной. Они по темпераменту не подходят ни один, ни второй. А вот к тем, кому загулял-то, был все равно, хозяйственный, нехозяйственный? А, с кем загулял во время брака? Нет, было тогда все равно. Ну, я тогда понял, что, блин, молодой. Ну, что мне там было, 24 года. Не до борща. Да, там клубы, там, тусовки. Потом, когда молодой, еду нужно есть быстро, чтобы на это не тратить время. Быстро хлебанул, борща, и хвостил. А тут, при вами, и есть хочется и время терять. Разгрожает. Ясно, Коль. Будет перед вами сидит Марина. Будет она метать вам на стол? Нет. Нет, не будет. Да нет, да по ней видно. Нет, ну... Нет, на самом деле я сказала нет. Я могу сказать, что я отлично готовлю первое, второе, третье, четвертое, пятое, все, что хотите. Это хорошо. А нет, посвящалась чему, простите? Мне просто хотелось посмотреть на реакцию. И, естественно, у него реакция была, конечно, как я могу готовить. Нет, я отлично готовлю. И я действительно убираю каждый день в квартире. Ну, тут хочешь, не хочешь, готовить-то надо, когда ребенок... Скажите, а дочка не смущает 10-летняя? Нет, дети вообще не смущает. Ну, дети, опять же, они же не виноваты, правильно, в том, что там было у их родителей. Нет, нет, дети не виноваты. Есть просто люди, которые, ну, не могут в себе найти вот эти самые струнки. У нее, она другое имела представление о женихах. Она думала, сейчас выйдет серьезный с деньгами, сразу ей, да, пога, пошли жениться. Николай, а мечта есть? Мечта, да, на самом деле мечта есть. Ну, она может, не знаю, никогда и не сбудется, но всегда человек должен о чем-то мечтать. Есть такая замечательная деревня, находится она в Швейцарии, называется Саасфе. Это ледник, где круглый год лежит снег. Покататься хотите? Ну, кататься, конечно, ну, это, я слишком много отдал времени, чтобы это просто сказать, вот так нет. Я считаю, только из-за того, что он приперся, что знает откуда, надо к нему зайти. Да, чтобы как-то хоть Москву им показать. Да поезд его проводит она хоть, знаешь. Хорошо, покажите сюрприз. Марина, я тебе расскажу немножко про наш Кольский полуостров, чем он богат и чем он славится, в принципе, по всей России, наверное, по всему миру. Ну, чтобы тебе было это более-менее тепло слушать, прими вот эту шапочку, можешь ее одевать, можешь просто сохранить. Можешь меня одевать? Да, просто можешь оставить. Собственно, Кольский полуостров, да, у нас славится нашим прекрасным северным сиянием, которое нас радует зимой, в морозной температуре и нашими хибинами. Она вообще в шоке стоит. Просто в шоке. Наши водоемы богаты своей прекрасной фауной и рыбой, которая славится также на всю Россию. Вот, собственно, я тебе приготовил небольшой наш Кольский сюрприз. Я думаю, с друзьями отведаешь. Спасибо, дорогой. Спасибо, Коль. Проходите в свою комнату, а вы возвращайтесь к нам. Что скажете о Николае? Простой, хороший парень. Но, мне кажется, у них ничего общего нет. Я вас удивлю и скажу, что ваша подруга тоже очень простая, более чем. Если она с ним, она не должна тянуть его на себе. Да, тогда давайте не будем говорить о простоте и о возрасте, да? Он просто несостоятельно не потянет вашу подругу. Не потянет. А вы что скажете? Нравится, что парень занимается спортом, опять же. Да, но это почему-то только мне интересно. Тоже горнолыжник, как и я. Роза? Мне Николай понравился, хороший. Если он вам не нужен, то пристроим быстренько. Да, я с тобой согласна, абсолютно. Я за свою жизнь так устала от крученных, верченных, от неискренних, от лживых, от фальшивых. Что когда я встречаю таких, как Николай, у меня вот такая радость на душе. Я вот думаю, вот я бы тоже его пригласила в Швейцарию. Если была такая возможность, но я просто женщина, я бы купила ему этот тур туда в Швейцарию. Потому что мечты должны сбываться. До вопроса доставка дело приходящее. Сегодня он себе чего-то не может позволить, завтра вы. Ему нужна женщина открытая, откровенная, спортивная, очень бойкая. Действительно, он не заскучает рядом с той, кто будет по-настоящему спортивный по духу. Не обязательно вместе с ним с гор кататься. Вы человек более закрытый, вы боретесь, выстраиваете свою жизнь по-другому. Вы спортсмен, но в другом жанре, в другом классе состязаний. Поэтому, конечно, и вы не его женщина тоже. Девушка хорошая, симпатичная внешне. Пообщаться пообщаюсь, но дальше ничего с ней я абсолютно не вижу. У вас была возможность узнать сегодня наших троих женихов. Вы задавали им вопросы, те, которые вам интересны. Значит, вы сделали свой вывод. Значит, вы знаете, кого рекомендовать своей подруге. Поэтому я слушаю. Кого? Я думаю, что Марине будет интересно пообщаться с Андреем. Может быть, что-то из этого и получится. Может быть, она будет той самой женщиной, на которой он остановится. Потому что, мне кажется, он не до конца раскрылся здесь в студии. Все-таки не всем это легко. Я думаю, что Андрей. А вы что думаете, кто? Мне кажется, пока что ни с кем ничего не получится. Но нужно, наверное, выбрать Рая. По крайней мере, мы с этими ребятами точно подружимся. И хотя бы потусим хорошо. По полной. Да, да, да. Колбасня будет по полной. Я не знаю, кто вас избаловал, откуда у вас такая завышенная самооценка. Почему вы себе позволяете то, за что потом не отвечаете. А компания Рая вас научит отвечать за свои слова, за свои поступки. Прежде чем что-то сделаете, когда они вас научат, вы в следующий раз 50 раз подумаете. А может быть, мы их научим тоже? Да. Вы не научите. Вот вы недавно не думаете. Нет, вы не научите. Вы уже не научили. И вас тоже надо поучить. У нас всех надо учить. Да. В общем, да. Да, мы всю жизнь учимся. Для того, чтобы была... Конечно, и мы тоже обязательно. Только у нас учителя разные в разное время. Поэтому для того, чтобы, Марина, вы что-то такое в жизни не упустили, важное, чтобы на самом деле стали счастливы, чтобы вышли замуж. Я еще раз сказала, я старше вас. Я к вам отношусь со страданием. Мне хочется, чтобы ваша дочка выросла, чтобы она была счастливой. Чтобы вы были обеспечены. Чтобы ваши мечты сбывались. Но вам нужна очень хорошая встряска. Мечты сбываются. И сбываются. Мне кажется, я согласна его со сватями. Андрей, ну и что, у него там вы четвертая будете. Но если не сойдет, с пятой пойдет вариант. Он еще не такой старый, собственно говоря. Ну что, выйдешь? Если она зайдет. Если зайдет, я выйду. С точки зрения натальной карты, только Андрей способен выносить женщин со сложным характером. Хотя бы какое-то время. Поэтому я за него. Ну, я думаю, вы решили к кому пойти. Слушайте свое сердце. Оно вас не обманет точно. Мы вас поддержим. Едомственно, проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Татьяна, 28 лет. Номер 2782. Руководитель в туристической компании. В свободное время встречается с друзьями, ходит в кино или кафе. Гордится своими успехами в карьере. Ищет взрослого умного мужчину, занимающего высокую должность. Мадина, 25 лет, номер 2783. Временно не работает. Обожает ходить по магазинам и путешествовать. Мечтает сниматься в кино. Гордится тем, что она верная подруга. Обратит внимание на симпатичного парня, который станет для нее надежной опорой в жизни. Мы не знаем, будет Марина одна или с избранниками. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СМС именем героя на номер 4151. Я Ларису Кузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ На 47-м году жизни вы будете терпеть то, что он вяжет носки и раздает их соседям, понимаете? Я люблю, да, узнавать о девушках то, чего они, может быть, сами не расскажут. Любимый, я тебе только что извинила. Прости в последний раз. Солнце, море, пляж. Все нагрело вам там. Ну, я имею в виду голову. Ну, да. Не взяли за шкерман этого жениха по-мужски, если отец ездит, спросили, ну, когда? АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, у нее там коза в раке где-то, или там что-то еще? Я не могу, не могу, не могу, не могу тебя терять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...